Друзья ли мы? Но в данном случае я представляю еще определенный интерес публики, которая должна и обязана познакомиться с вот этой вот великолепной оперной звездой. И я очень рад, что вот все это случается. Как мы сформировали программу, я взял на себя выбор. Янусу, например, предложил арию и дуэт из Силы Судьбы, но он отказался. Зато я, в свою очередь, предложил включить в программу больше номеров из Дона Карлоса. И он меня убедил. Вся первая часть концерта — фрагменты из Дона Карлоса. А во втором отделении — Силы Судьбы, Верди. Мы хотели найти подходящий дуэт и спорили, но в конце концов пришли к консенсусу и по дуэтам, и по сольным ариям. Думаю, в итоге получилось прекрасное сочетание. И последняя идея возникла у нас прямо на репетиции. Обязательно надо включить в программу партии из Отелла. Но, к сожалению, уже слишком поздно. А были ли какие-то арии, которые сразу, вот сразу были названы вами обоями? Я плясал прежде всего от дуэтов, потому что я хотел, и прежде всего я хотел показать Йонаса в самом лучшем свете. Жаль, что запретили снимать репетицию, потому что наблюдать за реакцией каждого из вас — это было удовольствие. Когда вы пели, а Йонас дирижировал практически, да? Публики к залу повернулись спиной, поэтому мы пели больше репетицию для оркестра, для музыкантов в оркестре. Поэтому трудно снимать такие репетиции сзади, нехорошо. Поэтому я, в общем, попросил, чтобы не снимали. Представьте, пожалуйста, вашего друга. Естественно, я знаю бэкграунд, естественно, я знаю, где родился, женился трое детей и так далее. А вот... Да, я не знаю, что ли. Когда ты женился? Я женился уже почти 11 лет назад. У меня трое детей, 10 лет, 5 и 3 года. Я слышал на репетиции песню, которая не была в списке в обязательной программе. Неаполитанская песня «Солнышко мое», известная больше под названием «Солемео», да? Это не бисы вы репетируете? А что еще на бис? Ты не помнишь, какие еще номера мы репетировали для бисов? Я не помню. Мне сказать, перечислить? Нет. Но бис должен всегда быть спонтанным, по возможности. Даже если у певцов есть оркестр, с которым нужно репетировать, обычно певцы репетируют определенное количество полагаемых бисов, из которых будет человек выбирать потом состояние. Я когда-то нумеровал возможный бис, какой будет первый, второй, третий, но очень скоро мне пришлось от этого отказаться. Дело в том, что все зависит от ситуации, и теперь я показываю оркестру на пальцах. А я поворачиваюсь и кричу оркестру «Какой номер?» А что вы другу своему покажете в Москве, поскольку это первый визит в Россию? А вот сейчас мы поедем в гостиницу, потом в ресторан, потом, может быть, на машине мы поездим немножко по городу, посмотрим, какой трафик, кстати, какое движение. Если в центре все забито, никакого смысла нет ездить по ночам, надо отдыхать. А у Юнуса пожелания какие-то есть, что он хотел бы посмотреть? Я, кстати, его забыл спросить. Что бы ты хотел увидеть, Кремль? У нас вся ночь впереди. Конечно, я уже говорил, жаль, мало времени. Я приехал на одно выступление, и впереди только одно свободное утро. Этого, конечно, недостаточно для Москвы, но что делать? Одновременно поет в Париже и в Мюнхене, еще успевает приехать в Москву и поедет. То есть он совершенно... Ты взял после Доминго, не? Да, да. Он по традициям Доминго работает, да. И до Доминго известен своей, во-первых, исключительно популярностью и работоспособностью, которая работает практически каждый день. Для певца это вообще уникально. Тем более для тенора. Это вообще уникально совершенно. Ну вот Юнас, я говорю, что он идет по стопам Доминго. Вы не общаетесь по-русски? Он еще ничего не знает? Общаемся ли мы по-русски? Ну, вообще он, конечно, он настоящий полиглот. Он говорит практически на всех европейских языках. В школе я изучал греческий. Я имею в виду древнегреческий. Да, древнегреческий. И латынь, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский. Ну, конечно, мне надо взяться за русский, потому что есть очень интересные партии для меня из русской оперной классики. В частности, прекрасная ария Германа из Пиковой дамы. Знаете, у меня есть принцип. Я отказываюсь исполнять что-либо, если не понимаю языка, потому что надо правильно интерпретировать текст. В общем, надо учить русский. Мы летели два часа в самолете с женой. Я читал книгу. Она за это время через плечо выучила кириллицу. Так что для людей с талантом к языкам это несложно. Мы первые два года говорили с женой Флоренс по-итальянски, а потом перешли на русский. Ей потребовалось всего два года, чтобы заговорить по-русски. У друзей должны быть какие-то общие интересы. Ну, в вашем случае это, наверное, музыка, пение, а еще что-то вас связывает в жизни? Он, смотрите, он тоже спортивным мальчиком выглядит, очень спортивно. Но спортом, кстати, не занимаюсь. You don't do any sport, don't you? Спортом не занимаюсь. Спасибо. Thank you.